Девушки отдыхают 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 Субтитры сделал DimaTorzok Есть Минную банку прошли, домой идем, господа Славушка, беги поиграй Хорошо, папа Беги, беги Володя, Володя, смотри, какой корабль Володя Я начинаю верить в судьбу Анны Васильевны Я сегодня, когда подходил к Хельсинфорсу Почему-то подумал, что обязательно вас встречу Правда Да, я хотела спросить Завтра будет бал у Подгорских, вы придете? Кирилл Федорович, скорей, скорей к нам Внимание, дамы и господа Снимаю Простите, а зачем же непременно узелки распутывать? А как раньше царь и невест выбирали? Понятия не имею А вот так Невесты узелки распутывают А царь в щелку смотрит Если какая дергает, сердится То все Пошла вон, ленивая Потому что царской жене В путь терпения и выдержки требуется Я помню все Так и меня бабушка Спасибо, голубушка Готовила в невесты Да, любопытно, любопытно Но, простите, почему же бабушка называла вас Шелковской казачкой? Так я и есть шелковская Наши казаки на турчанках женились У меня в роду тоже турки имеются Да Ну что ж, тогда за турок С удовольствием Оказалось Оказалось, что они, турчанки С их гаремным воспитанием Просто палец о палец не желали ударить К примеру Приходит путник и просит подать ему Стаканчик воды Ну, и что отвечает хозяйка? Вот Иван придет Он тебе и подаст путник Клевета! Ничего подобного Клевета и наговоры Я бы во всяком случае Никогда вам не отказала Боюсь, Анна Васильевна Вы бы выбились из сил Дело в том, что я очень люблю пить Я решительно понимаю вас Мне вообще кажется Что Вода и война для вас Единственные любимые женщины На всю жизнь Мне кажется, вы прекрасно знаете Что это не так Что ж Дело уже давно повернуло на ночь Мы загулялись Пора расходиться Кто знает, Анна Васильевна Будет ли вам когда-нибудь еще так хорошо, как сегодня Спасибо вам Милый Александр Васильевич Идите же Идите Это сигнал тонущего корабля, Анна Васильевна Спокойной ночи Николай Александрович Сообщите в штаб Задание по минированию выполнено Потерь нет Возвращаемся на базу Есть Благодарю за службу, господа Ну что, господа Вечером перед компанией Александр Васильевич Мой рапорт к командованию Что за рапорт? Прошу перевести меня на другой корабль Чем же мы вам не угодили, Сергей Николаевич Господин контр-адмирал Да Радиограмма с берега От князя Меликова Всем, кто в море Стоп, машина Стоп, машина Машина остановлена Бросьте, якорь Ответьте Ваш предыдущийство Слушаю Получена радиограмма Прибыл за слабой Колчак Стопайте Набель подключен Связь установлена Принято Александр Васильевич Есть связь с берегом Правый борт орудия к бою Есть правый борт орудия к бою Орудия к бою Орудия к бою Приготовились Веселее, веселее Не мешкать У аппарата командир крейсера Слава Контр-адмирал Колчак Положение критическое Немцы фистятах на правом фланге Я буду координировать сам вашу стрельбу Компатрат 13 Координаты 3500 2200 3500 2200 Заряду Живее Прицел 18 Целых 43 Немцы разворачивают орудия Немцы разворачивают орудия Алло Алло Не слышу вас Господин контр-адмирал Немецкая батарея И что? Мы теперь в мишени, Александр Васильевич Надо уходить в море Как тогда прикажете корректировать стрельбу Остаемся на месте Проверить что за сведью Есть Раненые? Раненые? Давайте поможем Немецкая батарея Немецкая батарея Николаевич Ну как бы вы офицер Вы меня удивили своим рапортом Оставить товарищей С которыми служили Ставьте вы меня Анистатур Васильевич При сложившейся между нами Личной ситуации Какой? Личной Какой ситуации? И ситуация сейчас одна Война Бить врага Исполнять свой долг Передать отечеству Да Алло Контр-адмирал Колчак Слушаю ваши коррективы Левее 10 Выше 5 Левее 10 Выше 5 Блин 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 Братцы В атаку Сперва Стой Стой Вот Это письмо Азбук и Морзе Я старалась Дома из учебника Спасибо вам Но сегодня мы Видимся в последний раз Что? Нам нельзя больше Встречаться Что случилось? Мы что-то не так делали? А ну вообще Да Но мы ведь даже Не потанцевали Почему? Александр Васильевич Потому что я люблю вас Прощайте Александр Васильевич Дайте мне письмо Аплодисменты Аплодисменты Смотрите продолжение в следующей серии. Государь примет вас здесь, в парке. Здравия желаю, Ваше Величество. Здравствуйте, Александр Васильевич. Наслышано о вашем мужестве, об отваге, проявленных на Балтике. Я действовал, как то велевает долг, Ваше Величество. Я пригласил вас, чтобы лично оповестить о нашем решении. Вы получаете звание вице-адмирала, и становитесь главнокомандующим Черноморским флотом. Благодарю за доверие, Ваше Величество. Примите это. Пусть образ многострадального Йова укрепит вас. Благодарю. Желаю удачи. Разрешите идти, Ваше Величество. С Богом, адмирал. Я должен знать, что вы есть. Господа, прошу чай. Это твой флот. Вечером шла у Михайловского замка. Слышала, как дети спорили. Мое отдай. Нет, мое. И вдруг стало так легко и ясно, как стекло протерли. Все будет. Все уже есть. Исчезло. Мое и Ваше. Каждое утро я открываю глаза и улыбаюсь. Я живу. Я... Я жду. Это награда, а не наказание. Потому что против всех законов физики ты отдаешь, а у тебя прибывает и не кончается. Представляете, я чувствую у себя в ладонях большой, невозможно круглый, светящийся шар. Это благодать, дар, счастье. Так бывает. Вы не смейтесь, я знаю. Я стою на пороге неведомого огромного мира. Будущее мы видим гадательно, сказал апостол, сквозь тусклое стекло. Но прибывает с нами вера, надежда. Любовь. И любовь из них больше. Александр Васильевич, я слышала, вы будете в Петрограде? Как скоро? Март? Апрель? Почему-то кажется, что уже скоро. Разрешите? Ваше высокопревосходительство. Получена срочная радиограмма. 2 марта император Николай II отрекся от престола. Власть перешла к временному правительству. Монархия пола. Временное правительство. Что это значит? Как ты думаешь? Думаю, ничего хорошего для России. Я тоже так думаю. К нашему несчастью, Анна Васильевна, революция заслонила будущее от нас. Надвигается тьма. Куда вы нас ведете? На Кудекин угол. Все значит, спокойно. Шагай, барин, шагай. Господа, да что же мы... Господи, что ж мы не встали? Это дело, что... Божьи, возродские депутаты... Не смеют! Ахара, арене! Это измена Родине! Транштадтцы! Господи. Слушай мою команду! Опомнитесь! Винтовки, пояс! Война идет! Что вы делаете? Разберитесь с адмиралом! Обойтесь с Богом! Остановитесь! Господа, спасайте все за приказ! Вы слышите меня, кого? Господи, спасайте все за приказ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В чем дело? Первый приказ Петроградского совета требует всем офицерам без исключения сдать оружие в целях предотвращения контрреволюционного заговора. Давайте оружие, господин Умирал. А чего? Будем немедленно исполнять приказ. Пошли вон. Послушайте, господин Умирал. Пошли вон. Чего это? Пошли. Ладно, мужики, на палубе разберемся. Вахтенному офицеру объявить общее построение на палубе. Будем сцени. Заружие! Берём советника отзыва, большая 않아요! За оружие! Смely его дол了! Отставить! Построить команду. Команде! Строиться! Вы кому подчиняетесь? Вы что, братцы, штаны на ножи ли что ли? Команда! Строиться! Смирно! Господа офицеры! Поднять оружие! Виноват. Вольно. По избежанию кровопролития, я приказываю офицерам сдать оружие. Господин Эдмирал, ваше оружие. Господин… Господин… Господин Эдмирал… 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Говорят, Керенский хочет предложить себе пост военного министра. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Посмотрим, принял бы вовремя, а то он опаздывается. Вы своим попустительством анархии развалили армию, уничтожили российский флот. Вы не забываетесь, господин адмирал? Если я не буду иметь полномочий для жесткого наведения порядка, ваше предложение мне неприемлемо. Прежние порядки в армии для нас тоже неприемлемы. Я первым принял присягу. Я первым и покину флот. Таким образом, я открыто заявлю о том, что нынешнее положение губительно для России. Я принимаю вашу отставку. Честь имею. Война до победы. За контрреволюционное настроение вас следовало бы арестовать. Но, учитывая ваши прежние заслуги, я предлагаю вам выехать в Америку. Я даю вам шанс продолжить войну против Германии. Высылайте меня из России. Американцам нужен специалист, способный подготовить десант по захвату Константинополя. Благодарю. Милая, обожаю мои мои, Анна Васильевна. Вы мое счастье. Как же мне быть без вас? Что? Да ладно, ты чёрт, окончился их власть. Я уезжаю из России. Почему? Зачем? Мы ведь... Какие у вас усталые глаза. Я... Я люблю вас. Я буду любить вас бесконечно. Простите меня. Прощайте. Александр Васильевич. Я знаю, что вы есть. Я знаю, что вы есть. Стой. Готовы? Помолиться-то хоть дайте. Молись, если хочешь. Слышь, берёд, неси! Слышь, берёд! Слышь, берёд! Слышь, берёд! Вы такой меткий! Ну что ж, выпьем за наше желание. Даже несбыточное. Но разве от этого не становится? Слышь, берёд! Слышь, берёд! Слышь, берёд! Слышь, берёд! Михаил Иванович? Ивана Васильевна. Боже мой! Вот так встреча! Год вас не видел. Какими судьбами? Сергей Николаевич, командированный на Дальний Восток едет. Разоружает Сихоокеанский флот. Сергей Николаевич, значит, теперь во власти. Красный комиссар. Я не вправе его осуждать. Время такое. Время одинаково ко всем. Куда вы едете, Михаил Иванович? В Омск. В Омск? Ну там ведь тоже советская власть. Там нет советской власти. Там Колчак. А разве Александр Васильевич не за границей? Керенский действительно усылал их за границей. Но после большевистского переворота он вернулся в Россию, чтобы бороться с большевиками. Извините, Анна Васильевна, мне надо идти. Обещаю и клянусь! перед всемогущим Богом, святым Его Евангелием и Животворящим Крестом, быть верным и неизменно преданным государству российскому, как своему Отечеству. обещаю и клянусь служить ему по долгу верховного правителя России, не щадя жизни своей, не увлекаясь ни родством, ни дружбой, ни враждой, ни коростью, но пометуясь единственно о возрождении, и преуспеянии государства российского. Осеняю себя крестным знамением и целую слова и крест Спасителя своего. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здрасте, барышня. Барышня, вы кого-то ищете? Лейте, голубая, лейте. Наверное, вас. Чем я могу вам помочь? Это я бы хотела. Чем-нибудь помочь вам. Милый, дорогой Александр Васильевич, я поняла, что просто больше не могу ждать. Осторожно, поехали! Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Не мешая. Постоять рядом. И вот теперь мне выпало это счастье быть совсем близко от вас. Радоваться вашим победам, когда войска наши уже вышли к Волге. И даст Бог, мы все скоро увидим Москву. И осознавать, что в этом будет маленькая частичка моих стараний. Поздравляю вас, генерал, с успешно проведенной операцией. Благодарю вас, ваше высокое восходительство. Но это не только моя заслуга, но и заслуга всей армии. Отступление поднимает боевой дух солдат. От союзников я слышала, что их державы вот-вот уже готовы признать вас и ваше правительство единственно законным в России. Какие бы законы мы с вами не писали, нас все равно расстреляют, если мы проиграем эту войну. И сердце заполняется гордостью за вас, за всех, кто сражается вместе с вами. За возрождающуюся Россию. Сейчас необходимо закрепить успех и продолжать наступление по всем направлениям. Ваша цель уфа. Удачи вам, генерал Кобель. И с Богом. С тех пор, как мы виделись в последний раз, прошло уже больше года. Разрешите? Ваше высокое превосходительство. Слушаю вас. От союзников прибыл генерал Жанен. Свершилось столько перемен. Идите. Слушаюсь. И как вы встретите меня? Как поглядите? Я... Я даже боюсь думать об этом. Больше всего я боюсь поставить вас своим неожиданным появлением в неловкую ситуацию. Маршня. Я... 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 Барышни, барышни, там раненых офицеров привезли. От своих же. Пойдемте, пойдемте. Это очаги восстания даже в глубоком тылу. На фронте того хуже. Я уже не говорю о постоянной нехватке боеприпасов и провианта. Красные перешли Тобол. Да, алло. Это приемная дистанция виртуального правителя. Потеря Омска – это потеря всего. Защита Омска равнозначна потеря армии. Когда позвонить? Я согласен, мы не можем безусловно. Господа, ваше высокопревосходительство, решение может быть только одно. Омск удерживать последним напряжением сил. Да, правильно. Конечно. Да, клянусь. Господом нашим, я с вами. Здравствуйте. Да что вы нас пугаете? Сдать Омск? Вот катастрофа. Прошу прощения, господа. Я только что с фронта, поэтому не успел привести себя в надлежащий вид. Разрешите, Александр Васильевич? Прошу. Не важная новость, господа. Измена. Второй украинский полк перешел на сторону противника, оголив центральную часть фронта. Красные на подходе к Омску. Еще неделя вторая, и они будут здесь. Вот такие дела, господа. Вам решать, господин верховный правитель. Местом центральной власти назначаю Иркутск. Приказываю начать эвакуацию из Омска. Мы приносим эту жертву во имя спасения армии для дальнейшей борьбы с большевиками. В эшелонии «Б» будет находиться в кабинет премьер-министра, то есть ваш господин Пепеляев. Виталий Николаевич, потрудитесь узнать, как идет погрузка раненого. Да, конечно. Здесь будет располагаться канцелярия, и последний ГУБ предназначен для телеграфных переговоров. Это здесь. Александр Васильевич. Можно вас? Что? По-моему, я только что видел здесь Анну Васильевну. Милейший, с чем они? Стоять! 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 Александр Васильевич, санитарные вагоны забиты полностью. Даже этих легких не буду пасть. Рыбачков, не богатый. Открывайте вагон. Я имею полномочия, мадам. Освободите второй вагон. Так там же пупцы и промышленники. Они заплатили им, вы приказ слышали? Исполнять. Ну, вы не ранен, грузите. Есть. Они в пустыне должны лежать, и вы задаете, чтобы они на снегу лежали? Мне все равно. Делайте, что хотите. Я не замерзу. Немедленно что-то предпринимать. Я не могу. Дорогая Анна Васильевна, один раз в Петрограде я уже совершил непростительную ошибку. Оставшись с вами, более я этого повторять не хочу. Оставшись с вами, более яйцо. Ваше кольцо, Анна Васильевна. Я давно его сняла, а вы не заметили. Анна Васильевна, я должен вам сказать. Все. Я не знаю, сколько времени отпустил меня Господь Бог, но я хочу оставаться. Выстранились моей жены. Александр Васильевич. Мы, наконец, вместе. Разве этого мало? Анна Васильевна, я задал вам конкретный вопрос. Почему вы молчите? Мы с вами так и не выбили за Рождество. Что за... Что за... Чехи задержали наш эшелон. Эти сволочи решили сначала свои 20 тысяч вагонов с награбленным барахом прогнать. Ну, может быть, очередь найдет до нас. Черт знает, что себе позволяет. Конвой в ружье. Первое, стреляни, с тобой! Шире, шире! Шире, сказал! Сонять позицию! Гороство! Гороство! В сторону! Гороство! Кромеции! Майор, остановка поезда Верховного – это измена. Адмирал только что поднял в ружье конвой. Приказ генерала Жанна... Генерал Жанна подчиняется приказам адмирала Колчака, Верховного правителя России. Господин премьер-министр, в Хэткутске восстание. Что? Вам некуда ехать. Разрешите? За нами движется армия Капеля, и мы в состоянии подавить любое сопротивление. Да. Разрешите, Александр Васильевич, телеграмма со станции Коломзино от Капеля. Разрешите идти? Свободы. И навал Коломзино. Идет напрямик. Срочно соедините с генералом Капелем. Ваша армия любой ценой должна дойти до Иркутска, в городе Восстание. Я выдвигаюсь туда же. Выполните свой долг честно. Благодарю. Коня. Почему? Приходили за лягу? Снаряды! Снаряды! Свой чили! Волгороде, патроны кончились! Воложкину беги! Воложкину тоже нет! Воложкину! Отдеть! Здесь генерал-лейтенант Байцаховский с передовым отрядом! Ваш плюс лиц. Наш теснят по лилам фланга. Рекрепаться нет. Ступайте. Слушайте. Что за связью? За штабом связи нет. Похоже, линия оборвана. Разрывайте. Штаб! Штаб! Ответьте, штаб! Штаб уже здесь. Владимир Роскович, как вы здесь? Там же все под обстрелом. Связь повреждена. Почему прекратили наступление? Какое наступление? Ни одного патрона. Сергей Николаевич, получена телефонограмма Марта Полчака в Иркутске восстание. Мы должны освободить город. Там соединимся с адмиралом. Кроме нас спасти город никто не сможет. Надо наступать. Основные силы подтянутся? Уже в пути, но пока не подтянутся. Нас здесь перебьют. Догоним в бою. Другого выхода у нас просто нет. Время дорого. Сергей Николаевич, объявите общее построение. Господа офицеры! Солдаты! Братцы! Патронов нам ждать неоткуда. Солдаты! Прикрут, штуки! Прикрут, штуки! Прикрут, штуки! Вам нельзя. Вы командующие за вами армия. Все музыканты! Фузыку, живо! Музыку я сказал! Бей ее! Бей ее! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТЕПЕСЬ, 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 ТЕПЕ Продолжение следует... Иркутск. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...